В редакцию нашего телеканала поступали звонки от возмущенных водителей. Повод для обращения у всех один. Это состояние асфальта на улице Коминтерна в Твери. Автомобилям и даже автобусам порой не по колесам преодолеть те огромные выбоины, которые там образовались. Все-таки это городская магистраль, а не полигон для экстремальной езды. Волнуются автомобилисты. Искать пути объезда, как советуют многие, это не решение проблемы. Долго ли еще ждать ремонта? Городские чиновники готовы ответить на этот наболевший вопрос. Лишь ночные часы на улице Коминтерна бывает пусто. Здесь всегда большой трафик автомобилей. Через эту дорогу пролегают маршруты городских автобусов. Ездит также транспорт, обслуживающий расположенные на этой улице магазины и склады. Когда эти две категории встречаются, происходит коллапс. Я вон здесь гружусь, так мне не встать. Поперек все объезжают по обочине. Автобусы вообще маршрутные, они бедные, не знают, как объехать. Эти глубокие ямы, больше напоминающие луны и кратеры, тесняться на проезжей части и преодолеть их не всем автомобилям по колесам. Сейчас зима, мороз ковал лужу, снег припорошил грязь, что называется, сгладил острые углы. Но стоит начаться оттепери или дождям, выбоины под толщей воды становятся неприятными сюрпризами не только для легковых автомобилей, но и для общественного транспорта. Постоянно подвески меняем, затруднения, пробки. Застревают городские маршрутки. Бывали даже ситуации, что полтора по два часа только застревали, стояли. В таком состоянии дорога прибывает давно, сетуют водители. Но этой зимой ямы разрослись еще больше, а ситуация обострилась. Наш телеканал отправил запросы в администрацию города, чтобы выяснить, пополнит ли улица Коминтерна в этом году список отремонтированных дорог. Вот что ответили чиновники. Улица Коминтерна у нас в текущем году запланирована в ремонт от Южного путепровода до Бурашевского путепровода в рамках БКД. Поэтому делать какие-то сейчас капитальные работы на ней, ну, на самом деле, с точки зрения даже из траты финансовых средств, нецелесообразно. Поэтому мы постараемся максимально ямочным ремонтом обойтись, привести в порядок, чтобы она была в проезжем состоянии. То ли перепады температур, то ли неблагоприятные условия, то ли новые технологии дали сбои, но ямы появляются на улице города. В начале февраля дорожники латали дыры на новом мосту. Также восстановили покрытие на улице Шишково, Октябрьском проспекте. И только самые крупные объекты, где ликвидировано более 75 квадратных метров ям. В ближайшее время Мубжек продолжит ремонт на улицах Новоторжское, Бурашевское шоссе и Бульвар Цаннова. Латают выбоины литым асфальтобетоном, произведенным в Подмосковье. Технология позволяет приводить в порядок проезжую часть практически в любых погодных условиях. Насколько надежно она, можно будет судить весной.